Это уже не первая встреча сотрудников компании Аэромар с лидерами движения общественной поддержки «Химке интересно жить». В этой фирме трудится около трех с половиной тысяч человек. Персонал компании состоит в основном из химчан. Во время первого стола сотрудники выдвинули свои социально значимые инициативы. В этот раз лидеры движения Николай Томашов, Надежда Смирнова, Валентин Герасимов, Галина Болотова и Руслан Шаипов рассказали работникам предприятия, что уже было сделано и что планируется в будущем. Уже не первый раз мы находимся на Аэромаре. Первый раз было знакомство. В июне познакомились с коллективом, объяснили как раз-таки про наше движение, лидерами которого мы являемся. И уже были озвучены какие-то первые инициативы, мелкие, крупные. В ходе встречи активисты рассказали о реализованных инициативах, которые удалось предварить в жизнь благодаря неравнодушным жителям. Голоса, оставленные на сайте Хиж Онлайн, уже помогли в реализации проектов, предложенных горожанами. Также сотрудники выдвинули и новые инициативы. Сегодня ряд предложений, ряд инициатив выдвинули. Естественно, мы все это записали под протокол. Мы рассказали, что в городе происходит, какое развитие. Естественно, мы затронули вопросов и недостатков. В ходе собрания также отметили наиболее ярких сотрудников компании, которые проявили себя в общественной деятельности. Наиболее отличившиеся в общественном плане работники были награждены благодарственными письмами депутата Государственной Думы Ирины Константиновны Родниной. Дело в том, что в пандемический период коллектив «Аэромара» исключительно с положительной стороны зарекомендовал себя. Осуществлял доставку питания в химкинскую больницу. Лидеры движения «Химки. Интересно жить» призвали сотрудников компании и дальше продолжать вести активную общественную деятельность, а также голосовать за выдвинутые инициативы на сайте Хижонлайн.